Федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака вступил в силу 1 июня прошлого года. Закон устанавливает запрет курения на территориях образовательных, культурных и других социальных учреждений. Также правила должны соблюдаться на всех видах общественного транспорта в лифтах и детских площадках. Курение на открытом воздухе допускается, но здесь важно учесть расстояние от организаций, пляжей, площадок и входов дома. Оно должно составлять не менее чем 15 метров. Конечно, не каждый любитель подымить будет считать, далеко ли он ушел от какого-либо учреждения, но несоблюдение правил закона влечет дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность. За нарушение антитабачного закона установлены штрафы. Так, за курение в неположенных местах сумма штрафа составляет от 500 до 1500 рублей. На несколько тысяч больше придется заплатить курящим на детских площадках, а также за привлечение к этой вредной привычке несовершеннолетних. Отдельные санкции установлены за продажу сигарет подросткам. Сочи был одним из форвардов в антитабачных проблемах на территории Российской Федерации и со стороны администрации города. Были сделаны такие прорывные мероприятия, как подписание Харти и утверждение ее решением городского собрания в Сочи несколько лет назад. В течение всего этого периода велась работа на улицах города Сочи в общественных местах. По поручению главы города за соблюдением правил федерального закона регулярно следит специальная общественная группа. Это сотрудники администрации и волонтеры. Их задача – пресечь курение в неположенных местах и напомнить любителям подымить о вреде табака для их здоровья и окружающих людей. Ведь именно пассивное курение увеличивает риск заболеваний онкологией и органов сердечно-сосудистой системы. Маршрут рейдового мероприятия прошел от мэрии по Новогинской, Московской, Конституции, по набережной до гостиницы «Жемчужина». В этих местах чаще всего можно увидеть курящих, нарушающих правила антитабачного закона. Есть закон, усматривающий административный штраф за вовлечение. За вовлечение, совершенно верно. Но вы же показываете им примеры? Не, ну и вообще, у нас город Сочи, да, он свободен от курения, поэтому хотели вас попросить, в принципе, в городе Сочи поддержаться от курения. Я понимаю, вам запретить не можем. Спасибо большое. И если можно, не взорвать. Возьмите, пожалуйста, пару. Такие рейдовые мероприятия проходят не менее трех раз в неделю в каждом районе города, а ларьки и магазины, где продают сигареты и алкоголь несовершеннолетним, подвергаются пикетированию. Отдел молодежной политики постоянно организовывает новые мероприятия. В прошлом году активисты решили фотографировать жителей, бросающих из окон о курке, и размещать их на досках позора. Ведь такие граждане наносят вред не только своему здоровью, но и чистоте курорта. Акции по борьбе с курением и дальше будут проводиться на курорте.